Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Большой разговор. Президент на совещании с руководством Совмина обсудил обстановку на границе. Беременные женщины и дети – вопрос номер один. Какие поручения дал глава государства? Быстрый заработок. В Бобруйске задержали двух наркокурьеров. В какой локации работали закладчики? Преступную деятельность указанных гражданин осуществлял на территории Могилевской, Витебской, Минской и Гомельской областей. Время менять тренч на эко-шубу. Очень красиво смотрится. Для бобруйских шопоголиков уже появились варианты на минус. Во сколько обойдется зимний аутфит на рынке и в магазине? А также цвет настроения, проект года и будущее топ-чартов. В школе искусств имени Текотского – новые победы. На что способен прообраз русской балалайки? От уборочной кампании до ситуации на границе. Президент провел совещание с правительством. В первую очередь Александр Лукашенко коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Не обошел стороной ситуацию на границе с мигрантами. Глава государства поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе. Задача Министерства иностранных дел в ООН и других международных структурах – очень жестко поднимать соответствующие вопросы. Одновременно президент дал четкие поручения в сфере обеспечения пограничной безопасности. Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, вот где находятся сейчас, они не хотят. Мы останемся здесь. Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрига наступает. Это же курдские там сирийцы, афганцы и прочее. Там же плюс 30 сейчас, а у нас уже минус. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Наталья Ивановна, вы как-то подключились с женщинами? Посмотрите, может быть, попросите их, чтобы они или отдали нам детей, мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. И беременные женщины, и дети – вопрос номер один. Поэтому посмотрите, определитесь, нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Далее, Юрий Викторович, я тебя попрошу, подвези туда сухих дров. Тут две причины. Ну, им надо согреться, во-первых. А во-вторых, они же там уже вокруг пособирали этот весь хмызняк. Начнут рубить нормальные деревья. Толку от них будет немного, а могут и вреда нанести немало. Поэтому у нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить им. Пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну, куда денешься? Уходить оттуда не хотят. Александр Лукашенко высказался и на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Несмотря на наметившийся спад заболеваемости коронавирусом, расслабляться ни в коем случае нельзя. Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. Кладмены в деле. Бобруйский наркоконтроль задержал опасных курьеров. В понедельник утром на въезде в город милиционеры задержали форт Мондео. 33-летние мужчина и женщина перевозили килограмм альфа-ПВП. Как оказалось, жители районного центра работали на интернет-магазин. Установлено, что свою преступную деятельность указанный гражданин осуществлял на территории Могилевской, Витебской, Минской и Гомельской областей. По данным наркоконтроля, основной сбытчик – молодой человек. Роль его коллеги устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело. Новые ветпрепараты, востребованная электроэнергия и совместный проект. Беларусь и Китай запустят конкурс научно-технических работ. Кто сможет принять участие? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларусь доставлено полтора миллиона доз вакцины «Вероцелл». За 20 часов полета экипаж пересек пять часовых поясов и произвел дозаправку в Новосибирске. Планируется, что весь груз поступит в регион и в Минск после того, как вакцина пройдет контроль качества. Прием препаратов и сопровождение осуществляли работники МЧС. Сейчас антиковидное лекарство находится на складах РУП «Белформация». Беларусь и Казахстан планируют совместно выпускать ветпрепараты. Эта продукция будет востребована и на рынках других стран. К слову, в государство Центральной Азии поставляются отечественные мясные и молочные товары «Сахар». Казахстан – третий по емкости импортер белорусской продукции после России и Китая. В стране растет потребление электроэнергии. За девять месяцев прирост почти в 2 миллиарда киловатт-час, в основном за счет промышленных предприятий и ввода новых производств. Ежедневно на белорусской АЭС вырабатывается 28 миллионов киловатт-час электроэнергии, то есть четверть от общего объема ее производства в стране. Беларусь и Китай до конца года объявят конкурс совместных научно-технических проектов, в котором смогут поучаствовать молодые ученые, аспиранты и магистранты двух стран. Работы, которые будут отобраны в финале, смогут претендовать на государственную поддержку в 2022-2023 годах. К слову, развитие контактов – предмет постоянного внимания Межправительственного комитета. Во время новогодней акции «Наши дети» впервые проведут благотворительный сбор средств. Праздничные события стартуют с середины декабря. В каждую семью и интернат, где детям требуется особое внимание, заглянут гости с подарками. Самых активных пригласят на главную елку страны. В марафоне добра участвуют представители госструктур, общественные организации и все неравнодушные. Огни большого города. В Бобруйске пройдет ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций, предприятий и учреждений. Бороться участники будут традиционно в четырех номинациях. При подведении итогов комиссия будет учитывать оригинальность и эстетичность оформления. Обратит внимание, как украшены фасады зданий, входные группы, витрины, окна и рекламные вывески. Сделают акцент эксперты и на благоустройство прилегающих территорий с использованием ледяных горок, новогодних елок, звукового оформления. Конкурс пройдет в два этапа с 22 декабря по 13 января. Подробности на сайте Бобруйского горысполкома. От XS до Plus Size. Только ударил первый минус, а на вешалках уже полно зимних вариантов одежды. В тренде этого года пальто-чебурашка, куртка-оверсайз и удлиненный пуховик. К ним шарф-хомут и шапка с отворотом. Все это можно найти в Бобруйске. А где и по какой цене узнала Ольга Васенда. Зима – не самое простое время для реализации модных амбиций. Главными на несколько месяцев в гардеробе становятся пуховики, объемные свитеры и термобелье. Тем не менее, заморозки не за горами, а значит, пора утепляться. Первый в шоппинг-листе – центральный рынок. Здесь аналоги знаменитых брендов в среднем по 125 рублей. За пальто, дубленки, пуховики продавцы просят 140 и выше. А джинсовый бомпер с искусственным мехом обойдется до 150. Очень красиво смотрится. У меня всегда верхняя джинсовая одежда и очень хорошо ее покупают. Потому что она редкость у нас тоже в городе и я занимаюсь большими размерами. И, конечно, наши девушки и женщины хотят красиво выглядеть и одеваться. Тем более, это очень модно. В супермаркете под открытым небом широкий ассортимент зимних аксессуаров. Детям понравятся вещи-трансформеры, а родителям выгодные комплекты всего за 40 рублей. Сюда входит шапка и снуд. Для ценителей натурального представлены головные уборы из норки и андатры. При такой покупке кошелек похудеет примерно на 150 рублей. Как считаете, что актуально для зимы в этом сезоне? Достаточно теплое пальто. Или пуховик, или дубленка, что-нибудь из этого. Я для себя бы куртку выбрала бы. Что-то хочется, легкости какой-то хочется. А куртку удлиненную, короткую, что больше нравится? Удлиненную. Приталенный фасон, авангардный крой и меховые детали. Белорусские производители идут в ногу со временем. В этом сезоне дизайнеры позаботились не только о качестве. Нестореющий тренд – удобство. Пуховики ниже колен от 130 до 295 рублей. Для любителей комфортной верхней одежды идеально подойдет вот такое удлиненное пальто. Легкое, практичное в носке, а главное – теплое. Наполнитель синтепон. Согреет и в минус 15. Цена – 234 рубля. В ассортименте тренды 2022-го. Дубленки, стеганые куртки, двубортное пальто. Кстати, этой зимой мода поразит не только фасонами, но цветовой гаммой и декоративной отделкой. А что сегодня приобрели? Какую вещь? Зимний пуховичок. Здесь постоянно отовариваюсь. Очень нравится. Не знаю, чем на рынке, так здесь вообще замечательно. Мне нравится. Кутерье в нынешнем холодном сезоне предлагают надевать пуховики не только в стиле кэжуал, но и в вечерних луках. Современные модели – это сочные оттенки, разноплановые фасоны и роскошь принтов. Особо эффективно смотрятся удлиненные варианты, а также пуховики, напоминающие одеяло. С таким вариантом не страшна даже самая суровая зима. Ольга Весенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пицциката и тремоло, флажолеты и глиссанда. Ученик школы искусств имени Текотского завоевал гран-при международного фестиваля. Инструмент Игоря Урбановича Домра. С ней он выступил в номинации «Народная музыка». Парень одержал победу среди индивидуальных исполнителей 14-18 лет. За главный приз боролись свыше 100 музыкантов из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Гран-при никогда неожидаемое. Если ты можешь предугадать, как ты сыграешь приблизительно, то гран-при – это всегда сюрприз, победа и счастье. Мы в прошлом году не участвовали, потому что была сложная ситуация. Мы участвовали в первый раз, и мы участвовали в этом году. Но таких блестящих результатов мы добились только поэтому. В следующем месяце Игорь Урбанович выступит на конкурсе «Хрустальный василек». К слову, в школе искусств имени Текотского обучается почти тысяча ребят – пианисты и скрипачи, цимбалисты, гитаристы, певцы и театралы. Ежегодно более 25% выпускников продолжают учиться по своим направлениям. Поступают в специализированные колледжи и университеты. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!